Всем привет! На связи снова канал, с нами уже выехали. Мы тут почитали комментарии под прошлым выпуском и поняли, что эксперимент вам зашел. Поэтому продолжаем. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Сергей, и пару выпусков назад мы стартовали здесь новый формат, где сравниваем цены в Казахстане и в мире. Кто пропустил, в прошлом выпуске я говорил про цены на жилье. Сколько лет на среднюю квартиру приходится копить людям в разных точках планеты? Какое положение на карте мира занимают казахстанцы? Посмотрите, если интересно, ссылка чуть-чуть позже появится где-то вот здесь. Еще раз скажу, что рубрика экспериментальная и развлекательная. Так что в ней не будет глубокой аналитики на тему того, почему цены так сильно отличаются или наоборот совпадают. Кто виноват, как быть и так далее. В этих обзорах мы будем смотреть просто на сам факт. Условно, в США бутылка Pepsi стоит вот столько, в Китае столько, в Германии столько, ну и так далее. Ну и будет круто, если кто-то из вас, наших зрителей, и кто сейчас может быть находится в какой-то другой стране, сможет рассказать в комментариях, что вы знаете про ценообразование в том месте, где вы живете. Ну а сегодня мы поговорим про еду. Если бы вы знали, сколько выпусков мы похоронили на эту тему за последнее время. Курс валют постоянно меняется. Соглашения между соседними странами тоже. Каждый месяц новый кризис. То с зерном, то с мясом. И поэтому внятную обобщающую аналитику сделать очень сложно. В общем, давайте обсудим продукты хотя бы здесь, в таком вот ни к чему не обязывающем формате. Но тут же я дам небольшой спойлер. С едой выводы будут совсем не такие, как были в прошлом выпуске с ценами на жилье. Поэтому давайте смотреть, что у нас получилось. Так, сначала короткое объявление, а потом к теме. У нас в команде открылась вакансия на рекламного менеджера. Если вы хотите поработать с нами, и у вас есть опыт в маркетинге, продажах, переговорах, напишите нам. Контакты я оставлю в описании. Работа классная, интересная. Я ее очень люблю, но сам я уже не справляюсь, поэтому нам нужны еще люди. Начать хочу с того, что сравнивать цены на еду, на недвижимость, да и вообще на любые категории очень сложно. И чтобы вывести точную систему, надо, наверное, заморочиться над целым исследованием. Если бы мы его реально делали, то этот выпуск вышел бы очень нескоро. Если мы этот формат продолжим, то такой дисклеймер обязательно будет звучать в каждом выпуске, чтобы на нас не ссылались, потому что это реально может привести к искажению данных. Конкретно мы берем усредненный показатель и смотрим на специальные ресурсы, которые показывают цены по разным категориям в разных местах. И если какие-то цифры вызывают у нас сомнения, выбиваются из общего тренда в этом регионе, то мы их перепроверяем в разных источниках и смотрим, что предлагают в тех же онлайн-супермаркетах конкретной страны. Второй момент. Для этого обзора мы выбрали 10 продуктов. Это хлеб, молоко, яйца, местный сыр, курица и говядина, картофель, лук, помидоры и бананы. Сразу отвечу на вопрос, почему бананы, а не огурцы, например. Тут все очень тупо и просто. Во-первых, что-то из сладкого в продуктовую корзину обязательно должно входить. Во-вторых, набор продуктов мы делали таким образом, чтобы он был актуален в большинстве стран мира, иначе сравнение было бы бесполезным. А приведенные в пример огурцы почти нигде не едят за пределами СНГ и Азии. И здесь же мы исключили из обзора такие страны, как Япония, Китай, Южная Корея и Индия, потому что их продуктовая корзина будет слишком сильно отличаться от нашей. И сводить одно с другим будет, скорее всего, бессмысленно. Только запутаемся. И последняя ремарка. 10 продуктов и 15 стран – это 150 цифр. Конечно, каждую из них мы обсуждать и показывать не будем, а просто пройдемся по самым интересным моментам, которые мы увидели, пока собирали данные. А вот уже в конце мы покажем итоговую таблицу, сколько стоит продуктовая корзина во всех этих странах, и какое место по дороговизне среди всех занимает Казахстан. С него давайте и начнем. Прикольный факт. Молоко во всех странах, которые мы включали в этот обзор, стоит почти одинаково. От США до Ирана. Прям драматического разрыва в несколько раз нигде нет. И у нас оно стоит где-то 500 тенге за литр, если выбирать скромную простую марку. Я согласен, это в реальности тот еще квест. При этом очень дорого у нас стоит и сыр. Даже самый простой за килограмм примерно 4000 тенге или 9 долларов. Мясо также на нехилом таком уровне. Где-то 5 долларов за килограмм куриного филе и около 8 долларов за килограмм говядины. В соседней России все это стоит дешевле. Но отчасти потому, что недавно курс рубля по отношению к доллару сильно поменялся. И в пересчете на доллары сегодня корзина выглядит дешевле, чем это было ранее. Но имеем, что имеем. Сейчас и говядина, и куриное филе в России стоят почти на доллар ниже, чем у нас. Вообще у них дороже только хлеб. И то незначительно, там буквально на центы или десятки тенге. Неожиданно? Лично для меня да. Несмотря на скачки курса. А самой дорогой страной ожидаемо оказались США. Например, говядина стоит почти 16 долларов за килограмм. И все остальное тоже, честно говоря. С нашей зарплатой там можно было бы прожить на молоке с бананами. Цена примерно такая же, как в Казахстане. Вся собранная нами продуктовая корзина в этой стране будет стоить почти 59 долларов. При том, что минимальная оплата труда здесь не ниже 1000 долларов. Ремарка. Там своя сложная система, где из минималки нужно еще сделать обязательные платежи. Так что вот берем условно 1000. Так вот, продуктовую корзину в США можно купить целых 17 раз. Очень неплохо. Позже, кстати, скажу, что можно позволить себе на минимальную оплату труда в Казахстане. Идем дальше по Америке. Уже упомянутая в прошлом выпуске во многом привлекательная Аргентина оказалась приятной не только в плане жилья, но и с продуктами там тоже все окей. Хотели мясо дешевле, чем у нас? Оно здесь есть. Килограмм курицы стоит 3 с лишним доллара. Говядина и сыр где-то 6. Кстати, у Аргентины с нами безвизовый режим. Там можно довольно просто получить ВНЖ и цены на жилье там достаточно низкие. Это мы узнали, пока готовили наш первый ролик про недвижку. Такой вот небольшой автор для тех, кто ищет куда бы уехать. И хотя выпуск у нас развлекательный, тема продовольствия сама по себе совсем не веселая вещь. Хотя многие из нас уже привыкли грустно шутить, заходя за продуктами в супермаркет. Голод в мире до сих пор не был побежден. Сегодня голодает примерно 1 миллиард человек в разных странах. Например, голод есть в Афганистане, в Миянме, в Сирии, в Венесуэле. Это помимо африканских стран, где проблема голода есть давно и всем известна. И в последние 2 года продовольственный кризис еще и усилился. Его даже назвали глобальным продовольственным кризисом 22-23 годов и считают одним из самых масштабных за всю историю. Причина кризиса – это последствия пандемии, глобального потепления и ряда конфликтов, в особенности вторжения России в Украину. Ведь обе эти страны обеспечивают мир пшеницей, с чем после начала войны большие проблемы. К счастью, сегодня в Казахстане голода нет. Но у некоторой доли населения явно есть недоедание, потому что около миллиона, по официальным данным, живет за чертой бедности. И это сказывается как минимум на состоянии здоровья людей. Но давайте назад к обзору. У нас дальше еще одна недорогая страна, которая в прошлом выпуске уже упоминалась, как и Аргентина. Это ЮАР – самая экономически развитая страна в Африке. Тут тоже все хорошо, можно не переживать. Вся корзина здесь стоит на 4 доллара дешевле, чем в Казахстане. А средняя зарплата, к слову, выше в среднем на 200-300 долларов. Вопрос – есть ли кто-то, кто Казахстан в ценах обгоняет? Если не считать, очевидно, развитые и богатые страны вроде США и Германии. В обзор мы для разнообразия включили еще Испанию и Болгарию. И да, здесь продукты стоят больше, чем у нас. Данные по этим странам выведем немного позже, в единой таблице. Скорее всего, в любой другой стране из Евросоюза ситуация будет такая же, что в принципе объяснимо и понятно. Но если опять же спуститься на уровень развивающихся стран, то нас обогнали только Мексика и Грузия. А все остальные страны оказались далеко позади. По поводу Грузии мы, честно, несколько раз протерли глаза и зашли на местные онлайн-супермаркеты, чтобы проверить данные. И правда, продукты здесь стоят достаточно дорого. Молоко 2 доллара, говядина 10 долларов. Скорее всего, такой бум произошел из-за массовой релокации. Для страны в 4 миллиона человек это очень ощутимое событие. И поток релокантов сюда шел мощнее, чем к нам. Кто был лидером по дешевизне среди всех стран, включенных в этот обзор? Это Иран. Я, конечно, понимаю, что мало у кого будет желание туда переехать. Но хотелось как-то восточные страны тоже включить в обзор. Здесь общая цена на продуктовую корзину в полтора раза дешевле нашей. Сразу за Ираном идет Аргентина, дальше Узбекистан и далее по списку. Давайте смотреть. Как и обещал вначале, выводим таблицу, которая у нас сложилась. Конечно, уровень экономики, политический режим, насколько страна зависит от соседей, как с ними сотрудничает, что сама может производить и так далее. Все эти факторы отражаются на ценных магазинах самым прямым образом. Но если грубо обобщить, то мы относимся к странам развивающимся, а не развитым. Поэтому государства типа США и Германии в наш обзор включены чисто для интереса. По сути, нам важно смотреть на то, какой ценник у нас по сравнению с теми странами, чья экономика такая же средненькая. Условный второй мир. И тут мы видим, что среди таких же вот стран Казахстан оказался офигенно дорогой страной для бытовой жизни. 30 долларов за очень базовый набор продуктов, которых одному человеку хватит на неделю максимум. При этом у нас минимальная оплата труда с 1 января этого года 70 тысяч тенге или 157 долларов на момент записи. Получается, что на минималку в Казахстане сможет позволить себе купить 5 продуктовых корзин. В принципе, это как раз то, что и нужно человеку для питания на 30 дней. Но ни на что другое денег не останется. Ни на коммунальные услуги, ни на транспорт, ни на обувь и одежду, не говоря уже о других вещах. Я перечисляю только самое необходимое для жизни. В США, как вы помните, продуктовую корзину на минимальную зарплату можно было купить 17 раз. Но это сравнение не очень честное, потому что да, черт возьми, Америка сильная развитая экономика. А мы нет, и это всем понятно. Но даже жители России могут купить продуктовую корзину 6 раз, а жители Азербайджана 7 раз. Ну и все вы, наверное, видели в ТикТоке или в Инстаграме популярный жанр, где казахстанцы покупают базовый набор продуктов в какой-то день, потом тот же набор берут через 2 месяца, потом через 3 месяца и офигевают. Продуктовую инфляцию скрыть нереально. Достаточно сравнить чеки. Видно рост в 15, 25 или даже 40%. В контексте нашего выпуска не так важно. Важно то, что цены в Казахстане растут сильно. Тут остается только вспомнить фразу, которая была написана в одном из наших похороненных выпусков на тему продовольствия. Кто подскажет, как наконец уже остановить рост цен, улетающий куда-то в небо? Или просто на все это забить и переехать в Аргентину? Можно и так, но мы не сдаемся. Если после всего услышанного хотите порцию позитива, то еще раз призываю вас посмотреть наш прошлый выпуск про цены на жилье. Там казахстанская ситуация на фоне общемировой оказалась гораздо более радужной, чем я и, наверное, вы могли ожидать. Пользы от этого мало, но настроение немножко поднимет. Будем дико рады вашим комментариям. Кто что знает, кто почем покупал продукты в разных странах. Будет интересно обсудить и возможно узнать что-то, о чем не говорят официальные источники. Если кто-то жил в Казахстане и в другой стране, как в сравнении ощущается все это? Насколько сложнее вам оказалось жить и выживать? Ну и делитесь впечатлениями. А еще кидайте идеи, что в будущих выпусках нам стоит сравнить по ценам. И в целом мы все еще в раздумьях, стоит ли нам вообще продолжать этот формат. Поэтому буду рад реакциям по этой теме. Насколько вам важно и нужно смотреть вот такие обзоры про цены во всем мире. Все, хуй, до айфона выйду. Это не вставляй в монтаж. Ни в коем случае. Мама смотрит. Вставишь, да? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, проявляйте любую активность. Это очень помогает в продвижении наших роликов. Надеюсь, я здесь не в последний раз. И мы еще увидимся. Пока. А битбокс будет? Нет. Надо битбокс? Нет, не будет. Напишите про... А, все, я не напишу, должен. Или напишет. Напишите про битбокс, надо, нет? Спасибо.